всем привет и добро пожаловать на канал бибитаки dolls и сегодня мы продолжим говорить про w club и о том как покупается большинство кукол интегрити то есть и если вы не смотрели первую часть этого видео то пройдите по ссылочке и посмотрите сначала первую часть и затем возвращайтесь сюда потому что сейчас у нас будет продолжение и начнем мы с конвенции которая проходила 5 6 и 7 ноября и еще поговорим по поводу вопросов которые вы задавали потому что большинство вопросов было доставки и я присобрала побольше информации об этом это же они сегодня расскажу более подробно обычно конвенция проходит оффлайн то есть вам необходимо прямо приехать на это событие оно проходит три дня и допуск на конвенцию по билетам количество билетов ограничено обычно от 500 до 600 и в этом году это событие было виртуальным из-за карантина и билетов тоже было ограниченное количество то есть основных билетов было пятьсот семьдесят пять штук из-за чего конечно же продажи были очень сложными все билеты были проданы минут за десять во время покупки билетов было много сложностей потому что сайт падал и в итоге билет было продано больше чем есть на самом деле и поэтому integrity toys отфильтровывала по времени транзакции и возвращала деньги тем чья транзакция прошла позже и кому билетов не досталось было еще два вида билетов один билет вы получали при покупке кукол по скетчам вероники и адель и получали возможность смотреть эту конвенцию ничего не покупать но смотреть и был еще один пакет который стал дешевле если основной пакет стал пятьсот семьдесят пять долларов то упрощенный для членов и клаба стоил 145 и я буду рассказывать не по дням когда какие куклы выходили а именно какие куклы входили в каждый из билетов и билет на конвенцию вы оплачиваете не просто за присутствие а именно за кукол если вы покупали основной пакет за пятьсот семьдесят пять долларов то вы получали гарантированно 4 куклы которые входили в стоимость этого билета и возможность приобретать любых кукол конвенции которые будут представлены если покупали упрощенные за сто сорок пять долларов то получали на эту сумму одну куклу и еще одну могу могли предзаказать и если вы покупали кукол по скетчам вы могли приобрести либо веронику либо адель все остальное приобрести было нельзя только посмотреть итак если вы были обладателем основного билета то вы получали четыре куклы также могли предзаказать любых из 15 представленных на конвенции кукол а И во второй день была представлена линейка Style Lab, то есть это куклы без одежды, без аксессуаров. Вы выбираете именно персонажей и выбираете к ним аутфиты и покупаете их отдельно. Их тоже могли предзаказать, купить. При покупке всей линейки Style Lab в подарок вы получали еще одну куклу. И были две куклы для упрощенного пакета для членов Виклаб. Для меня разобраться с конвенцией сразу оказалось очень сложной задачей, поэтому в конвенции я не участвовала. Не участвовала, во-первых, потому что на большой билет пожалела денег. Я не поняла, что в стоимость билета входит 4 куклы. Я подумала, что вы оплачиваете только билет и уже отдельно всех кукол. И совершенно ничего не поняла про упрощенный пакет для Виклаба. Собственно, до последнего момента мне пришлось еще читать дополнительный материал о том, как же это работало, потому что даже на самой конвенции я так этого и не поняла. Но уже после конвенции приходит понимание, что вообще происходило. И первая конвенция очень здорово вообще, что была возможность посмотреть онлайн, как это все проходит, потому что разобраться в конвенции довольно сложно. Конвенционные куклы считаются самыми дорогими на вторичном рынке, они самые дорогие, именно потому что их тяжело достать, нужно заранее ко всему этому подготовиться. И тем более, если это событие не онлайн, а оффлайн, то доступность этих кукол становится еще сложнее. Учитывая, что карантин все еще у нас продолжается, думаю, что в 2021 году конвенция также будет онлайн. И уже в этот раз, надеюсь, в ней поучаствовать, если, конечно, смогу купить билет. Теперь, по крайней мере, понятно, что происходит в этот момент. То есть вы покупаете либо дорогой билет, получаете энное количество кукол, в данном случае было 4, за стоимость этого билета, то есть не доплачиваете за них отдельно, а остальных выбираете, кто вам нравится, и уже оплачиваете их отдельно. Либо если вы покупаете маленький билет для Виклаба, то вы получаете одну куклу, и вторую можете либо покупать, либо нет. Конвенция проходила на специальной онлайн-платформе, где вы смотрите видео в режиме онлайн, где есть чаты, где вы можете общаться с другими людьми, есть чаты с дизайнерами в определенное время, вам заранее высылают все расписание, в чем вы можете участвовать. Причем в нашей стране это событие происходит ночью. И не на все события, не на всех событиях можно участвовать с каким-то простым билетом. После конвенционного дня приходит письмо, где подробно описано, что же происходило, какие куклы вышли в этот день. Поэтому даже если вы уснули и что-то пропустили, ничего страшного, утром можно все наверстать и узнать, что же было ночью. 8 ноября Виклаб сообщил о том, что завтра утром на сайте британском предапорте можно будет купить куклу. Причем купить ее могут все, не только члены клуба. Это была какая-то супер срочная новость с не очень точной информацией, потому что Виклаб не мог точно сказать, где именно будет расположена эта кукла на сайте. Не могли дать ссылку и не могли точно сказать время, когда начнется продажа. И это был гифт-сет с Эймилин, Миднайт Гаден, который выпустили Джейсон Ву и сайт интернет-магазин Нетапорте. Подробно об этой кукле я рассказываю вот в этом видео. И если вам интересно об этом узнать, то посмотрите. Не буду повторяться, чтобы это видео не было бесконечным. А дальше я обнаружила, что с моей рассылкой что-то не так, потому что я не получила очередного письма от Виклаб, после чего обратилась в службу поддержки. И служба поддержки Виклаб работает очень быстро и очень качественно. Оказалось, что я случайно нажала на каком-то из писем от Виклаб и отправила его в спам. И если вы так делаете, рассылка автоматически перестает приходить к вам сразу, мгновенно, со следующего же письма. И необходимо обращаться в службу поддержки. Они дают вам ссылку на определенный сайт, где нужно вбить свой эмейл, и снова вам приходят эти письма. Причем Виклаб проверил, с какого числа я не получаю писем, и прислал, переслал мне все письма, которые приходили за это время. Даже если по какой-то причине вдруг вы перестаете получать письма, и ваша проблема еще не решена, на форуме, который дается доступ, когда вы покупаете членство в клубе, есть специальный раздел, где публикуются все письма с работающими ссылками, и вы можете пользоваться в это время именно этими письмами. И в завершении всей конвенции, 23 ноября, нам предложили предзаказать еще одну куклу. И это была Агнес в желтом бриллиантовом платье. Именно эту куклу мы видели на всех обложках конвенции и на коробках конвенции. Но на самом деле, из-за того, что на конвенции она была вся в таком розово-фиолетовом, в таком фоне, в розово-фиолетовых оттенках, совершенно никто не ожидал, что она будет в желтом платье. И что странно, эту куклу можно было предзаказать в любом неограниченном количестве. То есть если обычно можно предзаказать только одну, то эту Агнес можно было предзаказать в любом количестве. То есть тираж у нее, скорее всего, будет огромный. Сама кукла мне не очень понравилась. Вообще я небольшой любитель Агнес. Агнес мне редко нравится. И это не тот случай, когда эта кукла мне понравилась, поэтому я ее не предзаказывала. И также 23 ноября нам показали еще один гифсет с куклами Джем и Голограммы, которые я, опять же, не заказывала просто потому, что я не люблю эту линейку. 14 декабря началось еще одно очень радостное событие. Это Dolly Days. Это пять дней, когда нам предоставляют новых кукол, которых тоже можно заказать. И они не входят в те пять клубных кукол, которые вы гарантированно каждый год можете приобрести. И лично для меня это некий аналог адвент-календаря, потому что в течение пяти дней вам показывают новых кукол. И это очень волнительное событие, потому что всех вы можете предзаказать. И первая кукла, которую нам показали, это была кукла Джинджер, обожаемый мной персонаж, которого я, не задумываясь, просто сразу предзаказала. И это очень рождественский гифт-сет. Джинджер и ее собачки-корицы. Джинджер энд синамон. И это супер ретро, такой прямо из пятидесятых. Я обожаю пятидесятые, и поэтому этот гифт-сет мне безумно понравился. Он очень рождественский, очень в ретро стиле. И, конечно же, Джинджер просто красавица. Вообще забавно, конечно, что кукла это выйдет летом. То есть посреди лета к вам придет рождественская кукла. Но она настолько красивая, что я готова погрузиться в новогодние снегопады даже посреди лета. Второй день лично меня не очень обрадовал, потому что это снова был гифт-сет Джема Голограммы. Я никогда не думала о том, что Джема Голограммы так часто выходят за год. На третий день показали двух кукол, Веронику и Адель. И их можно было приобрести отдельно, то есть сразу две куклы. Одна была в белом, другая в черном. И, на мой взгляд, это были куклы, которые выпускались для тех людей, которые не приобрели Веронику и Адель в белом и черном на конвенции. И вот для них был этот выпуск. Так как я посчитала, что эти куклы слишком похожи и слишком близки к тем куклам, что выходили на конвенции, которых я приобрела, я решила, что их я заказывать не буду. Хотя, конечно, куклы красивые, они в кружеве, в длинных платьях, в масках, интересные образы, но не заказала исключительно, потому что они очень близки, очень похожи. И покупать настолько похожих кукол я не считаю нужным. На следующий день показали еще один гифт-сет с куклой Ньюфейс. Персонажа зовут Райна. И эта кукла, судя по отзывам, понравилась очень многим, но мне почему-то совершенно не зашла. Мне она напоминает каких-то, знаете, таких восточных инстадив, и это не совсем мой типаж. И дальше нас просто забомбили огромным количеством кукол, потому что это была целая серия кукол. Во-первых, это была новогодняя кукла в красном сияющем платье из линейки ИС-59 Виктория Роукс. Вторая кукла из той же линейки Константс в бело-синем. И третья кукла из той же линейки Делла Роукс в зеленом. И было еще две Поппи Паркер. Одна в стиле хиппи, вторая Австралия. И всех этих кукол можно было заказать у дилеров. Хиппи и Австралия были проданы практически мгновенно. И опять же, никто из этих кукол не захватил меня настолько, чтобы я кого-то из них заказала. И хотя линейку ИС-59 я люблю, она мне очень нравится, но в этих образах, к сожалению, ни одна из трех кукол так мне и не понравилась. И уже 13 января нам показали следующую четвертую клубную куклу. И это было сразу две куклы. Это был гифт-сет из двух Поппи Паркер блондинок. В таких розово-белом и розово-черном. Первый мой порыв был, конечно же, заказать, но потом я начала думать, и решила, что все-таки нет. Потому что кукла в розово-черном мне не очень понравилась. Мне понравилась кукла в розово-белом, но она очень похожа на куклу Поппи Паркер Бонбон, которая есть в моей коллекции. Она практически в таком же наряде, в той же цветовой гамме. У нее очень похожи и макияж, и цвет волос. И поэтому я решила, что нет, заказывать я их не буду. Но мне безумно понравились ботинки у бело-розовой Поппи. Я надеюсь, что я их найду и куплю отдельно. И 20 января нам сообщили, что часть кукол от конвенции еще осталась, и их можно будет купить. Одна часть разыгрывается через лотерею на право на покупку, а другая, кто успел, тот купил. Но, честно говоря, то, что осталось, мне не очень нравится, и поэтому я решила, что ладно, конвенция прошла мимо, и останусь без нее. 22 января стало окончательно понятно, что клубный год 2020 года заканчивается, потому что показали заключительную пятую клубную куклу, и это очень красивый гифт-сет. Это кукла из коллекции New Face, персонаж Виолан Перин, жгучая брюнетка со скинтоном цвета Джапан, черными, не очень длинными, закрученными волосами, красными губами и очень интересным аутфитом. И эту куклу я заказала прям сразу, и тоже ее очень жду. И, в общем-то, это все события, которые происходят за год в Виклабе. Правильно он произносится как W-клаб, но почему-то я так и не привыкла к этому названию, и называю его Виклаб. И по поводу доставки. Доставка может осуществляться напрямую в Россию, либо на ваш адрес в США, если вы пользуетесь услугами какого-то склада. Я расскажу вам о видах доставок и примерных ценах на эту самую доставку. Доставки существуют от двух разных компаний. USPS – это государственная почта США. И UPS – это курьерская служба, как, например, DHL. И цены, буду говорить, опять же, очень примерные при пересылке одной куклы. И первый вид доставки, самый дешевый вид доставки – это USPS First Class Package. Эта посылка может идти до полутора месяцев. Ее вес не должен превышать двух килограмм. Так как это самый-самый дешевый вид отправки, то на нее нет никакой страховки, нет номера для отслеживаний, то есть вы не можете отследить, где находится в данный момент ваша посылка. И эта посылка придет в ваше почтовое отделение. Стоимость такой пересылки около 30-40 долларов. Следующей по стоимости идет курьерская служба UPS. И стоит она порядка 60 долларов за одну куклу. К сожалению, о сроках доставки я сказать ничего не могу по поводу UPS. Третий вид доставки – USPS Priority Mail. Это уже более дорогая доставка, и она идет до месяца. Ограничение по весу здесь до 20 килограмм, то есть вы точно впишетесь. На нее уже есть страховка, есть отслеживание. И приходит она также в почтовое отделение. Стоит такая пересылка около 65 долларов. И есть такой же аналог у UPS, который стоит чуть подороже, около 70 долларов. И самая дорогая доставка – это USPS Priority Mail Express. Это доставка уже курьером до вашего дома, прямо до двери. В стоимость пересылки входит сразу страховка, и доставляется такая посылка до 10 дней. В России эта посылка передается не просто почте России, а курьерской почте России ЕМС. И стоит такая доставка 80 долларов. Именно из-за стоимости всех этих доставок я не пересылаю напрямую в Россию, потому что куклы приходят по одной платить эти деньги за каждую куклу. Поэтому я отправляю своих кукол на склад в США и уже пользуюсь услугами склада. Отправка от Integrity, то есть по США до склада, по цене намного приятнее. Я использую вторую по стоимости доставку. То есть мне не нужно, чтобы это была экспресс-доставка, мне нужно, чтобы это была просто надежная доставка. И чаще всего я использую USPS Priority Mail 2 Days. Стоит такая доставка за одну куклу порядка 10 долларов. И она отслеживается, у вас есть трек-номер, по которому вы можете понять, где находится в данный момент ваша посылка. Если пройтись немножко по вопросам, которые вы задавали к первой части, был вопрос, можно ли купить кукол прошлых лет, если вступить в этом году в Виклаб. Нет, вы покупаете только тех кукол, которые выходят в этом году. То есть только тех, которые вам представляют в этом году. Тех, которые уже выходили, купить нельзя. То есть их уже больше, в принципе, нет в наличии. Если вы ищете что-то старенькое, то попробуйте зайти на сайт Integrity Toys в раздел официальных дилеров и пройтись по всем магазинам именно официальных дилеров, потому что там очень часто можно найти что-то старенькое и по более приятным ценам, чем, например, на eBay. Конечно, какие-то супер-редкости вроде конвенционных кукол вы там не найдете, но в любом случае цена на них у официальных дилеров обычно приятнее, чем на eBay. И были вопросы по поводу пошлины. У нас в стране есть ограничения на ввоз товаров из иностранных магазинов. Это 200 евро. 200 евро – это, естественно, немножко побольше, чем 200 долларов. И когда вы покупаете кукол Integrity Toys, есть еще одна приятная такая небольшая мелочь. Когда вы в таможне отправляете документы о том, что вам вы действительно купили это именно за ту цену, которую указываете, вы отправляете им чек из магазина, в данном случае от Integrity Toys. И так как платеж на кукол Integrity Toys разделен на два, то есть, например, если кукла стоит 165 долларов, то 25 вы оплачиваете как предзаказ. И эти 25 долларов не учитываются затем в вашем чеке окончательном. То есть, в вашем чеке будет написано, что кукла стоит не 165 долларов, а 140. То есть, таким образом стоимость немножко снижается, что получше отражается на стоимости растаможивания. Также бывают более дешевые куклы, да, бывают, например, бельевые куклы, они стоят где-то 110 долларов. Бывают какие-то аутфиты, бывают аксессуары, которые стоят порядка 100 долларов. И таким образом вы можете иногда даже влезть в таможенный лимит, если покупаете не просто одну куклу, а что-то еще. Когда я перевожу своих кукол, я на таможенный лимит внимания не обращаю, потому что иногда бывает выгоднее заплатить таможню, чем разделить на две посылки и оплатить пересылку двух разных посылок. И еще немножко информации по поводу купона, который вы получаете при регистрации в Виклаб. Вы получаете купон на 25 долларов. Вот его можно использовать на любые куклы, которые вы будете заказывать за тему Integrity Toys, включая вступительные, потому что сначала вы вносите только предоплату. На предоплаты это не распространяется, только уже на окончательную оплату кукол. То есть ваши вступительные куклы выйдут летом. И потратить на них вот эти 25 долларов купон, вот на них можно. Членство в клубе длится один год, и его необходимо продлять каждый раз, все как в первый раз. И каждый год вы платите 50 долларов за участие в клубе, это за год. То есть на следующий год, если вы решили остаться в клубе, вам нужно будет снова пройти такую мини-регистрацию уже, да, потому что у вас уже будет личный кабинет. То есть снова купить вот этот билет, это членство в клубе за 50 долларов. У вас просто останется тот же доступ, например, на форум, в ваш личный кабинет, ничего не изменится, адрес не изменится. Но именно самого членства в клубе нужно продлять, покупая вот этот билет. И как уже говорила в прошлой части, участие в клубе от Integrity Toys действительно является очень выгодным. Это самый выгодный способ покупать кукол. Единственное, что нужно помнить о своем бюджете, потому что отказаться от каких-то кукол очень сложно, потому что Integrity Toys точно знает, как нужно писать эти письма, которые предлагают вам новых кукол. И кукол за год выходит огромное количество. Поэтому для начала, конечно, стоит очень тщательно выбирать, кого вы действительно хотите, а не просто покупайте в нагрузку, чтобы было. И если вас возмущают цены на вторичном рынке на Integrity Toys, то самый лучший способ это просто вступить в клуб. То есть даже если вы хотите купить двух кукол за год, это все равно получится вам выгоднее, чем затем купить их на вторичном рынке. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. И если у вас есть еще какие-то вопросы о Виклабе, то обязательно задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. И надеюсь, мы все с вами встретимся в следующем году уже в Виклабе. 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 Продолжение следует...